Наверняка каждый человек, который брал в руки палочку, пробовал сделать с ней хоть какой-нибудь трюк, либо пытался подбросить её, либо провернуть между пальцами. Что уж говорить о барабанщиках, помимо того, чтобы научиться круто играть на ударной установке, пожалуй, каждый хочет в том числе уметь исполнять трюки. Добро пожаловать на канал Драм Галекси Шоу. Меня зовут Варламов Игорь. Сегодня мы вместе с Пашей Пичугиным научим вас 10 трюкам с палочками, которые можно использовать во время игры на ударной установке. 5 трюков от меня и 5 от Паши. Усаживайтесь поудобней и поехали! Первый трюк, когда мы подбрасываем палочку от себя. Большинство людей интуитивно подбрасывают её на себя, но такой способ выглядит просто и менее эффектно, поэтому рассмотрим вариант броска именно от себя. Исходное положение, как вы обычно держите палочку в симметричном захвате, затем совершаете движение руки вверх, при котором вы расслабляете все пальцы. В этот момент палочка должна начать заваливаться от вас, а указательный палец должен в этот момент совершать подсечку. И после проворота палочки в воздухе, вы ловите её, возвращаясь в исходное положение. Теперь применим этот трюк во время игры. Второй трюк называется Front to Back Reverb или туда-сюда с разворотом кисти. Это один из тех трюков, которые легко применять во время игры на барабанах. Трюк Front to Back или туда-сюда достаточно простой, но очень важный базовый трюк. Не освоив этот приём, вы не сможете успешно применять трюки из пенспиннинга для барабанных палочек. Возьмите палочку как обычно, далее перевалите её вперёд через указательный палец, подхватите средним. Далее проделайте всё в обратном порядке, перевалите палочку обратно через указательный палец, подхватите большим. Самый важный момент, второй этап движения, переваливание палки с подхватом большим пальцем. Добавьте ревёрт или разворот кисти для более плавного движения. Теперь применим этот трюк во время игры на барабанах. Третий трюк из ряда классических, когда мы крутим палочку между указательным и средними пальцами. Людям, не посвящённым данный трюк, кажется, что мы вращаем палочку между всеми пальцами. Однако это не так, здесь есть место в визуальному обману. Исходное положение, зажимайте палочку между указательным и средним пальцами. Затем совершайте движение на себя таким образом, чтобы палочка начала описывать круг. Далее на протяжении всего трюка вам остаётся только двигать средним и указательным пальцами вперёд и назад, поддерживая данное вращение палочки. Главное выберите постоянный темп, не замедляйтесь и не ускоряйтесь. Теперь исполним этот трюк во время игры. Четвёртый трюк называется «Backside Spin». Некоторые из вас наверняка уже пробовали его сделать, но сталкивались с проблемой, как его красиво завершить. Весь секрет этого трюка заключается в финальном движении, так же как при трюке «Туда-сюда». Толкните палочку большим пальцем внутрь кисти, далее прокрутите палочку вниз по пальцам до безымянного и не останавливаясь прокрутите наверх. Чтобы завершить трюк, в конце перевалите палочку через указательный палец, ловите большим. Этот трюк можно запускать снова и снова, без остановки и крутить бесконечно. Представьте, что вы выстраиваете лестницу из пальцев для палочки и она спускается, поднимается под действием силы гравитации. Этот трюк отлично и, естественно, выглядит во время игры. Давайте это проверим. Ребята, многие из вас знают, что я провожу онлайн уроки игры на барабанах, но, к сожалению, у меня нет возможности обучать в оффлайн формате. Поэтому, если вы находитесь в Москве и у вас есть желание научиться играть на ударных инструментах, то я рекомендую вам обратиться к Паше. Он поможет вам развить все необходимые навыки игры на ударных инструментах. Сейчас он вам сам все подробно расскажет. Спасибо, Игорь. Друзья, подписывайтесь на мой канал на YouTube, заходите в мою группу ВКонтакте, Триккистикс, добавляйтесь в Instagram. Там вас ждет еще немало трюков, всякие кавера и еще много чего интересного. Также не забудьте заценить мою музыкальную группу о Яме, в которой я являюсь не только барабанщиком, но и композитором, а также автором песен. А тех из вас, кто живет в городе Москве, приглашаю на свои индивидуальные занятия по ударной установке, буквально в пяти минутах от станции метро Алексейская. Приходите, будет интересно. Теперь возвращаемся к трюкам. Следующий пятый трюк выглядит следующим образом. Он также, как и в трюке с вращением палочки между средним и указательным пальцами, содержит в себе визуальный обман. Исходное положение, как вы обычно держите палочку во время игры. Далее отпустите мизинец безымянный и средний пальцы, оставьте палочку зажатой только между большим и указательным пальцами. Затем совершите палочкой вращательное движение на себя, описав при этом круг. В конце подожмите все пальцы обратно и вернитесь в исходное положение. Теперь применим этот трюк во время игры. Шестой трюк называется Aris Twirl, и это мой самый любимый трюк. Легко применять во время игры, выглядит просто потрясающе. Этот трюк выполняется как бы внутри пятого трюка. Сразу после начала движения переложите палочку между средним и указательным пальцем. В этом положении проверните ладонь круговую на полный оборот. Сразу после переложите палочку обратно между большим и указательным пальцем. И завершите выполнение пятого трюка. Весь секрет в том, чтобы не сопротивляться инерции и позволить палочке увезти за собой ладонь по естественной траектории. Итак, Aris Twirl во время игры на барабанах. Я могу это делать хоть везде. Седьмой трюк называется Backside Twirl Invert. Несмотря на его кажущуюся сложность, этот трюк можно легко зациклить. Исходное положение, как вы обычно держите палочку при игре. Затем зажимаете ее между средним и указательным пальцами. Отпускаете большой палец и проворачиваете палочку на себя на 360 градусов. Далее еще раз проворачиваете ее на 360 градусов, но уже располагая при этом кисть ладонью вверх. В конце этого движения возвращаете большой палец и возвращаетесь в исходное положение. Теперь исполним этот трюк во время игры. Восьмой трюк называется... Я пока еще не придумал. Выглядит как Frontside Spin с двумя ревертами. Кстати, напишите в комментариях, как бы вы обозвали эту вертушку. Прокрутите палочку вперед через все пальцы. На мизинце разверните ладонь и прокрутите обратно вверх. На указательном пальце еще раз разверните ладонь и ловите палочку обратно в хват. Трюк достаточно медленный и массивный, однако разворот кисти на выходе позволяет плавно и без остановки нанести удар, например, в крэше. Давайте это проверим. Девятый трюк основан на отскоке палочки от барабана. Эту фишку в основном используют либо в конце песни, либо во время небольших пауз. Чтобы у вас получился этот трюк, вам нужно нанести удар палочкой по барабану таким образом, чтобы наконечник приходился в центр пластика, а тело палочки коснулось обода барабана. То есть вам нужно будет совершить ремшот, после которого вы полностью освободите палочку из рук. И в конце вам останется только словить ее обратно. Теперь применим этот трюк во время игры. Десятый трюк выглядит вот так, однако не пугайтесь. Если вы уже освоили бэксайд спин, то вам осталось немного потренироваться, и трюк окажется не таким сложным, как выглядит. Этот трюк состоит из двух этапов. Этап подкидывания и этап ловли. Для того, чтобы подкинуть палку, начните выполнять трюк бэксайд спин почти до самого конца. Как только палка пойдет наверх и окажется между средним и указательным пальцем, используйте инерцию вращения для того, чтобы закрутить палку в воздухе и поймать ее. Потренируйтесь подкидывать и ловить палку просто в ладонь. Для того, чтобы поймать палку, раздвиньте пальцы вот так, с пока. Ловите палку на указательный палец. Как только поймали, завершайте выполнение трюка бэксайд спин. Трюк, конечно, не самый удобный для применения во время игры на барабанах, но мы попробуем. На этом заканчивается сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, какой трюк вам понравился больше всего. Также рекомендую посетить мой сайт drumgalaxy.ru, тикток, паблик ВКонтакте, а также соцсети Паши, ссылки на которых я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На сегодня у нас все. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...